Рахманинова, 8. Административная проверка показала все признаки возведения многоквартирного дома. Здесь стройка приостановлена. Началось разбирательство. По документам застройщик может возвести индивидуальный жилой дом, но то, что уже построено, никак не похоже на жилье для одной семьи. В каждой студии, а их на этаже несколько отдельной ванной комнаты, в каждую квартиру установлена дверь с глазком. С полицией всю эту стройку остановили на этапе двух этажей. Человек заключил соглашение о том, что он выше двух этажей строить ничего не будет. И будет этот дом использовать как индивидуальный жилой дом, то есть для проживания одной семьи. Но слова, видимо, разошлись с делом. И застройщик не смог справиться с соблазном, продолжил возводить этажи. По факту получился многоквартирный дом. Опять пришлось все это дело остановить с полицией. В настоящее время администрация подала иск в суд о сносе уже всего дома. Нерадивого застройщика вызвал к себе глава города Анатолий Пахомов. Разговор в кабинете у мэра получился жесткий. Уговоры и объяснения, почему вдруг жилой дом для одной семьи превратился в многоквартирный, не принимаются. Застройщик снова подтвердил намерение снести лишний этаж, однако власти его обещаниям уже не верят. Поэтому муниципалитет обратился с иском в суд о сносе всего строения. Елена Афсицына, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.